Почти 70 миллионов рублей перевели саровчане мошенникам в прошлом году. Как рассказал глава Саровского УВД Андрей Чернышев, 90% денежных средств поступают за границу, в том числе на Украину. Всего в Нижегородской области в минувшем году граждане перечислили мошенникам около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Среди потерпевших есть все социальные группы, все возрастные категории, люди разных профессий, пенсионеры. Несмотря на сложности в раскрытии таких преступлений, нами принимаются все возможности по их раскрытию. В результате расследованы 6 фактов мошеннических действий. 16 краж с банковских краж карт граждан. Кроме того, раскрыто 6 уголовных дел, которые были направлены в другие субъекты Российской Федерации, потому что жители других субъектов совершали преступления в отношении жителей нашего города. Однако большая часть преступлений остается нераскрытой, в основном потому, что мошенники работают дистанционно, находясь за границей. Саровские правоохранители постоянно ведут профилактическую работу с населением, рассказывают об основных мошеннических схемах. На предприятии, в социальные учреждения полиция отправила листовки и буклеты с информацией. Но этих мер недостаточно. Как показывает практика, проще предотвратить мошенничество, чем заниматься их раскрытием. Тем более, как я сказал, мошенники в 90% случаях находятся в приемочной федерации и привлечь их к установленным законам ответственности не представляется возможным. Свой доклад Андрей Чернышев представил депутатам Городской думы. От народных избранников поступило предложение расклеить на подъездах информационные листки и разместить эти сведения в группе округа. Кроме того, начальник УВД рассказал о планах по установке камер видеофиксации нарушений. Этот вопрос обсуждают с прошлого года. Комплексы видеофиксации нарушений обещают установить в городе в ближайшее время. Камеры будут фиксировать проезд на красный, выезд на полосу встречного движения, проезд в топ-линии. Нарушение скоростного режима.